Шалом! Мы не рабы. Если вы такой же старый, как я, то наверняка помните продолжение этой фразы. Рабы не мы. Или рабы не мы. Из два варианта. Фраза эта впервые мне встретилась, если я правильно помню, в детстве, в букваре. Слова раб и рабство ни одному нормальному человеку, конечно же, не нравятся. Мы хотим быть свободными людьми, а не рабами. А теперь давайте послушаем одну невыдуманную историю на эту тему. В далекой древности, когда на всей нашей планете рабство было вполне обычным делом, а земледелием и скотоводством занималось гораздо больше людей, чем сегодня, Один религиозный учитель рассказал своим последователям такую притчу. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, поди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне. Пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, и потому что сделали, что должны были сделать. Сегодня эти слова могут оттолкнуть слушателя. Я легко могу себе представить вот, например, такую реакцию на них. Мы, рабы, ничего не стоящие. Как вам такое высказывание о самом себе? Это же клинический случай, патология, ужасно низкая самооценка, тяжелый, запущенный комплекс неполноценности, и бог знает, что еще. Я сам не психиатр, не психолог, поэтому не могу сюда вам привести все возможные диагнозы, которые мог бы поставить профессионал, медик, слушая вот такое вот описание самого себя. Но дальше человек мог бы сказать, слава богу, и рабство, и крепостное право были уже отменены много лет тому назад. Не то, чтобы рабство полностью исчезло, конечно. К сожалению, есть современные формы рабства. Но на Западе, во всяком случае, рабство уже давно вне закона, и поэтому притча эта для нас абсолютно не актуальна. Мы не рабы, а свободные люди, у которых есть полное право на человеческое достоинство, на уважение. А вот тот религиозный деятель, который рассказал эту притчу своим последователям, он, по всей вероятности, был какой-то безжалостный рабовладелец, не имевший ни капли сострадания к своим коллегам. Это был наверняка какой-нибудь язычник, который не слыхал никогда о боге, сотворившем человека по своему собственному образу и подобию, и выведшем еврейских рабов из Египта, из рабства, из-под ига рабского. Мой Иисус с этой бесчеловечностью и жесткостью не имеет абсолютно ничего общего. Вот такую реакцию очень легко себе представить, правда? Она вполне ожидаема в наше время, однако рассказал эту притчу, конечно же, никто иной, как сам Ишуа, не какой-нибудь язычник или рабовладелец. Если не верите, то просто откройте 17 главу Евангелия от Луки, и там вы ее найдете в стихах с 7 по 10. Да, ее рассказал Иисус, только не мой Иисус и не ваш Иисус. Рассказал ее единственный Иисус, который, в принципе, был и есть. Почему я это подчеркиваю? Потому что сегодня многие верующие выбирают себе своего собственного Иисуса, скроенного, так сказать, по личной мерке, под себя, и имеют дело исключительно с ним. Как это происходит? Очень просто. Нужно просто выбрать в Библии все, что тебе там нравится, а все остальное нужно или игнорировать, то есть не замечать, или нужно все остальное истолковывать так, чтобы оно тоже нравилось, чтобы ничего не резало слух, чтобы ничего не вызывало неприятных эмоций. И тогда у вас будет замечательная религия, идеально подходящая вам. Ну, Бога в ней, конечно, не будет, поэтому религия эта вас не спасет, но это уже другой вопрос. А если мы хотим верить в реального Иисуса, а не вымышленного, то есть в того Иисуса, который спасает, то нам придется слушать все, что он говорит, а не только какие-то отдельные фразы, ласкающие наш слух. Причем придется не просто слушать, но и исполнять. Все дело в том, что Иисуса нельзя отделить от всей полноты его слов. Он сказал так, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Поэтому возвращаемся к этой притче и задаем себе два вопроса. Во-первых, в чем ее смысл? Во-вторых, почему все-таки она так раздражает нас? Давайте начнем с последнего вопроса. Если вырвать эту притчу из контекста всей Библии, то она действительно представляет нам Бога эдаким черствым боссом, безжалостным рабовладельцем. И, конечно, к сожалению, именно иногда это и делают. Именно это иногда и делают, простите. Но одно из основных правил толкования любого текста состоит в том, что текст нужно читать в его контексте, а не вырывать из контекста. И все Писание говорит нам ведь о том, что Бог совсем не такой, что он не босс, что он не начальник и что он уж точно не безжалостный. Поэтому давайте не будем рисовать его таким на основании лишь каких-то стихов, которые мы, очевидно, не совсем правильно понимаем, если вырываем их из контекста Библии. Вместо этого давайте лучше взглянем на наш собственный контекст, в котором мы живем, на нашу культуру, в которой мы живем, и через призму которой мы иногда неосознанно преломляем все, что слышим и читаем. Я живу в Израиле, в демократическом государстве. И в сегодняшнем мире, который еще помнит и Гитлера, и Сталина, и Мао Цзэдуна, и диктаторов поменьше, конечно, демократия – это хорошее слово. С ним связано такое понятие, как равноправие. В других режимах действуют, конечно, другие принципы. Ну, например, ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак. А при демократии не так. При демократии у нас все равны. Дураков нет, мы все равны. Перед законом равны. И будучи настроенными на демократический лад, мы запросто можем подумать, что и сам Господь Бог, Он тоже наравне с нами. Ну, в конце концов, посмотрите, ведь в лице Мессии Иешу Он стал одним из нас, Он стал человеком одним из нас, таким же человеком, как и мы. В полном смысле слова «человеком». Не прикидывался человеком, а был им. Значит, мы с ним вроде как на равных, правда? А мысль о том, что горшечник и глиняный горшок, сделанный этим горшечником, то есть гончаром, никогда не могут быть на равных в принципе, эта мысль в демократическую схему как-то не вписывается, правда? И вообще, сравнение человека с глиняным горшком какое-то оно плоское, согласитесь, уж если бы сравнивать хотя бы с каким-то изделием, то хоть с крустальной вазой, простите, да? Но уж никак не с глиняным горшком. Ещё одна характеристика нашей культуры, через призму которой мы читаем эту притчу, я напоминаю, почему о нём мы говорим, о нашей культуре. Гедонизм. Это слово происходит от греческого слова «эдоне», которое означает удовольствие, наслаждение. То есть гедонист – это человек, для которого самое главное – это чтобы было вкусно, чтобы было от чего получить удовольствие, чтобы были наслаждения, быть сытым, не просто сытым, а вкусно покушать, развлекаться, получать телесные и душевные удовольствия. Работать тоже, конечно, можно, но при одном условии – чтобы работа была в удовольствии, а не в напряг. Ну и уж тем более, чтобы она не была скучной, не в тягости. И если читать Библию, то да, читать Библию нормально, хорошо, но вот если читать Библию через такие очки, то в ней можно найти очень много мест, которые звучат как обетование, вписывающееся в эту схему, в центре которой удовольствие. Вот, например, такой стих в Псалме 36. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Замечательный стих, правда? Или еще. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христу Иисусу». И поймите меня правильно. Я верю в то, что написано в Писании. Я верю в то, что Господь действительно благ, и Он действительно заботится о нас, и Он действительно восполняет наши нужды, удовлетворяет, другими словами, наши потребности. Однако, если мы живем от похода в кафе до похода в кино и от шоппинга до распродажи, то мы легко можем решить, что Он вообще наш слуга. Как официант в ресторане, для которого самое важное, чтобы нам было вкусно и уютно. Как вот в Израиле у нас, например, официант в кафе подходит к тебе время от времени и спрашивает, «Та им лиха, вкусно тебе?» Вот и Господь Бог, такой же официант, мы можем подумать. Ведь Он же в конце концов только одно делает – думает о наших нуждах. Больше ни о чем ему больше подумать. И вот поэтому, когда нам говорят, что после тяжелого рабочего дня, проведенного на поле, мы вместо того, чтобы встать под горячий душ, а потом сесть за стол и поужинать, должны приготовить ужин кому-то другому и потом еще подать им и принести им и стоять, пока они покушают. Да еще при этом, не ожидая благодарности за такой великий подвиг самопожертвования, мы возмущаемся. «Да что я, рабыня Изаура, что ли, в конце концов, какая-нибудь?» Да ни за что в жизни. Мне положено, как мы говорим на иврите, «Могелий полагается мне мое удовольствие, мой отдых. Я заслужил, заслужил свой ужин и все остальное, что я заслужил». А тебе нужен ужин? Ну, ради бога, готовь себе ужин. Не хочешь сам готовить? Иди в ресторан, найди себе прислугу, личного официанта, повара. В общем, быть слугой и быть рабом кому-то – эта идея нам не нравится, наша культура ее абсолютно не поощряет. Но больше всего в этой притче раздражает даже не просто то, что нужно себя назвать рабом. Мы рабы. А при этом нужно еще добавить рабы, ничего не стоящие, сказал Ишуа. То есть ценность наша, получается, равна чему? Нулю. Вот это уж совсем невыносимо. А вот это-то как понять, что мы ничего не стоим? Притчу рассказал Ишуа. Человек восточный. А один из приемов восточной выразительности – это преувеличение. Для того, чтобы лучше донести суть того, что хочется сказать. Вот другой пример использования этого приема – это его слова о том, что желающий стать его учеником должен возненавидеть отца и мать. Они записаны в 14 главе Евангелия от Луки, стихе 26. Здесь мы видим тот же самый прием в нашей с вами притче. Мы с вами должны понимать, что это греческое слово «ахреос», которое переводится на русский как «ненужные», бесполезные, никчемные, ничего не стоящие другими словами рабы. Мы должны понимать вот этот прием, что он здесь используется, и чтобы это не заслонило от нас основную мысль притчи. Иначе, если мы приткнемся на этом слове, то все, мы не поймем, что же Господь хочет нам сказать. В чем же основная мысль этой притчи? Вот она в чем. Точно так же, как раба покупают с единственной целью, ради того, чтобы он служил хозяину, точно так же и мы созданы Богом для Него. Мы созданы для служения Ему. И больше ни для чего. Весь смысл нашей жизни в отношениях с Ним. Любить Бога и исполнять Его волю для человека – это то же самое, что для птицы летать, а для рыбы плавать в воде, в море или в реке. Но поскольку в нашей культуре за все нужно платить, мы очень бываем легко искушаемы думать, что и наше служение Богу, для которого, собственно, мы и созданы им, другой цели, как я уже сказал, нету, нашего сотворения. Мы думаем, благодаря нашей культуре, что наше служение Богу должно быть вознаграждено им. Потому что в нашем мире вознаграждается любая услуга. Однако Иешуа говорит нам здесь совершенно обратное, что наше послушание Богу – это не повод, а заявлять Богу о наших правах и о наших претензиях на что-то. Здесь наверняка кто-то скажет «стоп». Но ведь Писание разве не говорит о том, что Бог вознаграждает своих верных слуг? Конечно, говорит. Например, в притче о талантах господин говорит своим двум рабам, при умножившем данные им таланты, одну и ту же фразу. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Здесь мы можем увидеть две вещи, касающиеся наград за служение. Во-первых, эта награда является знаком для нас, знаком того, что Бог доволен нами. И она дается нам для нашего ободрения. Это первая часть этой фразы. «Хорошо, добрый и верный раб, ободрись, ты выполнил волю своего господина, ты угодил своему господину, ты сделал то, что от тебя ожидалось, тобой довольны». Во-вторых, по сути, эта награда, она является повышением по службе на более высокий уровень ответственности. Он говорит «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Другими словами, награда за верность – это не более высокая пенсия, на которую тебя, в конце концов, так или иначе отправят. Просто ты будешь больше получать каждый месяц пособие, чем тот, кто был плохим слугой. Это не более высокая пенсия, а более ответственное служение. Почему же такая странная награда? Служил, служил, и вот тебе в награду опять служение. Да потому что мы для этого господом были созданы, чтобы служить ему. Что же выходит, кто-то скажет? Получается, Богу нужны просто слуги, рабы. А что же насчет его любви? А что же насчет его желания общения с нами, его единения с нами? Ну, давайте послушаем Ишу еще раз, прежде чем снова прыгать к неправильному выводу о Боге и его характере, и его сердце. Ишу однажды сказал такие слова «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Это в Иоанна 4 главе, стихе 24. Обратите внимание, для Ишуа исполнять волю Божию это не так называемое служение полного времени. Это не работа, это не обязанность и даже не судьба. Что он сказал? Пища. Что такое пища? Пища – это то, что дает нашему телу новую энергию, силу, новую жизнь. Более того, самая лучшая трапеза – это трапеза, которую ты разделяешь с кем-то, с каким-то другом. То есть, другими словами, пища означает также и общение. Вы скажете, отлично, но то был Ишуа. Это для него творить волю Божью было пищей. Какое отношение все это имеет к нам? Самое прямое. Если вы верите в Ишуа, то ваши грехи прощены и вы проведете вечность с Богом. Но это только часть нашего спасения. Это не все наше спасение в этом заключается. Кроме этого, и для нашей жизни здесь, на земле, это очень важно. В вас живет его дух, который обычно мы называем Святым Духом. И главная задача Святого Духа в том, чтобы помочь нам с вами сегодня жить на этой самой земле. Жить именно так, как прожил свои 33 года на нашей с вами земле сам Ишуа. Вот в чем главная цель на эти наши годы. В близком общении с Отцом, в служении Ему. И именно для этого Бог дал нам Своего Духа, чтобы мы смогли жить этой самой жизнью. И ради этого Он готов на нас каждый день заново изливать свою благодать. Вопрос лишь в том, верим ли мы по-настоящему в то, что мы можем жить такой жизнью. В том, что мы можем жить жизнью самого Ишуа. И тем самым становиться все более и более похожими на него. Верим ли мы в это и хотим ли мы этого. Спасибо. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин